Девушки отдыхают И когда я увидел Хаммл с его отступами, его минималистичным синтаксисом, я был влюблен в него, а потом в Руби, я думал, что Руби – это лучший язык мира. Лет шесть назад я ненавидел Руби, и я настолько его ненавидел, что я делал доклад, который назывался «Почему я так не люблю Руби» в Руби-гараже. Вот. К сожалению, записи не осталось, я даже сам не могу вспомнить, за что же я его так не любил. Но вот последние шесть лет я не делал докладов про Руби, потому что я старался про Руби вообще не думать, и его исключить из своей жизни, и долго искал ему замену. Потому что сейчас все ищут замену Руби, и на любой Рубишной конференции половина докладов о том, что использовать, чтобы не использовать Руби. Сегодня было только одно упоминание о том, что можно вместо Руби использовать Алексею, поэтому шутка не получилось. Все любят Руби. Круто. Когда-то очень давно я использовал скалу, это давно было. Ну, еще немножко истории. Я работаю в компании, в которой в названии написано «Рейлз», уже лет так восемь, и можно подумать, что я пишу на Руби. Это не совсем так. Последние года четыре я работаю на проекте, где я могу писать на чем угодно, и более того, мне приходится решать, на чем писать. И Руби далеко не всегда является тем языком, на котором я в итоге пишу те или иные компоненты, те штуки, которые приходится писать. Скалу мы проедем, потому что я ее, в принципе, не люблю. Я пробовал заменить Руби на Кложур. И Кложур я очень люблю, но платонический, потому что Кложур, он очень сложно задвинуть в продакшн. И он классный, чтобы написать на нем проект за выходные и сказать, какой он крутой. И потом как-то вот такой игрушечный язык. Увы, я люблю его, но он игрушечный. Эликсир. Если кто не знает, то эликсир, который сейчас активно сбегается в ряду Рубистов, то его придумали, его сделали по образу и подобию Кложур. Косе Валим, создатель эликсира, он подумал, давайте мы возьмем Кложур, который, куча классных идей, но он неудобно варимый для публики. Давайте сделаем эликсир, который будет выглядеть как Руби, чтобы Рубисты не впадали в дурный шок. Но будет работать совсем не как Руби, а как Кложур. И еще на OTP, на Ирланге он будет работать. Я много относительно, ну, продакшн-сервисов на Эликсире, и он мне не нравится, но об этом отдельный доклад можно сделать. Я, может, сделаю через пару лет. Гоу, это никак не замена Руби, к сожалению. Но вот как язык, Гоу мне очень нравится, и я на нем тоже часто пишу сервисы. И, к сожалению, если брать разработку, скажем, бэд-приложений, которые обычно пишут на рельсах, то на Гоу их не напишешь. И я слышал такие мнения, что вот Гоу плохой язык, потому что на нем нельзя написать бэд-приложений. Ну, это вещи, где одну из другого не следует. F-sharp я пробовал. F-sharp – классный язык, но о нем я тоже говорить особо не буду, потому что он не зайдет в массы. Но JS тоже популярна замена Руби, и тоже на нем приходится писать. И у него есть офигенные положительные стороны по сравнению с Руби. Но, опять-таки, доклад не о нем, не о нем. И вообще я считаю, что лучшее, что можно сделать для своего развития, если уже вроде как на Руби пишется, ну и на каком-то языке, это писать на каком-то другом языке. Потому что если писать на одном языке для одной экосистемы, то начинает казаться, что в мире больше ничего нет, а потом в голову начинают лезть идеи, как будто ты придумал их сам, ну, велосипед их называют. Но на самом деле где-то давно это уже есть, и давно работает, и надо было просто изучить. И этот симптом очень часто вылазит у джазскриптеров. Вот джазскриптер, он большой, и экосистема большая, и люди, которые на джазскрите пишут, они вечно думают, что они придумали первый в мире, не знаю, менеджер пакетов. И люди хавают, потому что они тоже ничего не видели, кроме джазскрипта, и вот так джазскрипты варятся. В Руби немножко лучше, потому что, наверное, потому что джазскрипт больше до фронтенда, и там особо выбора нет, на чем писать. А Рубисты все-таки пересекаются с такими другими языками, и имеют шанс что-то попробовать другое. Но, в общем-то, за шесть лет к Руби все-таки вернулся. И не как к языку, на котором иногда заставляют писать, потому что работа такая, а к языку, который действительно иногда классно использовать. Особенно, если знать, как его использовать. И именно вот про это я и хотел поговорить. И тут нарисован ящик с инструментами, и обычно говорят инструментарий разработчика, это там, где инструменты лежат, молоток, отвертка, каечный ключ, и представляют себе такая парадигма языки, как инструменты. Но я люблю другую парадигму, в этом языке, как материал. Когда ты строишь дом, то ты не можешь построить дома за них кирпичей, или за них досок. Всегда в строительстве есть много материала. Так и в программировании. Если проект сколько-нибудь сложный, то в нем используется много разных языков, каждый из которых подходит под свою какую-то... под свою нишу. И даже если мы просто возьмем и начнем писать на рельсах, блок за 15 минут, там уже будет несколько языков программирования. Там будет какой-никакой SQL, там будет какой-никакой JavaScript, там будет, возможно, какой-никакой JavaScript. Но это все понятно. В моем... вот... в моей кладовой лежат три больших языка. Это Ruby, это Go, это JavaScript. И опять-таки, я про Джоастрит рассказывать не буду, потому что доклад про Ruby. Поэтому говорить я буду о том, где в этом... вот в всем спектре задач в Ruby я использую как человек, которого никто не заставляет вообще писать на Ruby. Для начала посмотрим, какие материальные свойства есть у Ruby, как у материала для написания программы. Первое свойство, это я придумал. Это просто так. Ruby придуман так, что у него минимум каких-то правил по структурированию кода. И проиллюстрировать это можно примером с домашней страницы Ruby, Blue World, но, естественно, простота эта идет гораздо глубже. К примеру, в Ruby нам не нужно делать какие-то namespace, в Ruby нам не нужно как-то организовывать код по файлам. Все файлы, какие загружаешь ты в проект на Ruby, все попадают в глобальный namespace, и все из глобального namespace можно использовать в любом другом месте кода. Если сравнить это с Go, то там нужно явно говорить я импортирую вот такой вот space, такой вот модуль, буду его использовать или в Python. А в Ruby все доступно всем. Точно так же в Ruby не надо, естественно, удивлять тип. В Ruby нету никаких протоколов, интерфейсов, контрактов. Просто берешь и пишешь код. И в Ruby даже типизации как таковой нет. Если, ну вот есть это правило, тактайпинг. Если объекты квакают, как вам хочется, как хочется разработчику метода, то метод примет этот объект и будет с ним работать. Конечно, часто простота это проблема, потому что нам хочется, ну, простота отбирает у нас все гарантии. мы в принципе, допустим, возвращаясь, к примеру, с методом, мы не знаем, вот, путь принимает вообще строку или нет. И никто нам не скажет, пока мы не запустим этот код. Вообще он корректный или нет. И часто люди, которые пришли из типизированных языков, приходят в Ruby и говорят, давайте им будем тут что-то делать более формальное, более жесткое. И Ruby второе качество в Ruby это договоренности. Вот кроме той простоты все остальное в Ruby основано на договоренностях не между человеком и компьютером, а на договоренностях между людьми. То есть два или более людей договорились между собой, что этот код будет работать вот так вот и дальше они пишут программу. И договоренности позволяют нам вводить очень мощные DSL, то есть языки написанные на основе Ruby для решения каких-то конкретных задач. И это одно из самых мощных преимуществ Ruby и это именно та причина, по которой по-моему рельсы написаны именно на Ruby а не на каком-то другом языке. Но к сожалению вот то, что все в Ruby построено на человеческих договоренностях оно делает проверку кода очень сложной и тоже требующей человеческого внимания и человеческого осмысления. К счастью, в Ruby приятный и читабельный код. И не для компилятора, а для людей. И это была одна из целей при разработке языка. Мац сел и сказал, я хочу язык, который будет приятно читать. И Ruby сделан для того, чтобы его читали. вот вспомните, когда вам какую-то более-менее сложную задачу надо решить, которую вы не знаете, как решить. Вот если не первым, то вторым делом лезете в исходники какой-нибудь библиотеки или в исходники своего приложения. И в смысле те, которые читать не будут, не те, которые писать придется. Потому что документации ни у кого нету, потому что Ruby читабельный, зачем нам документация. И особенно в своем приложении. Но если в библиотеке еще можно надеяться, что автор написал два абзаца как-то пользоваться, то в своем приложении никто не напишет. В своем приложении надо сидеть и разбираться, что вы два года назад написали и как оно работает. Поэтому очень хорошо, что код этот читабельный. В Ruby вы можете быть всегда уверены, что код, который вами написан, рано или поздно кому-то придется читать. Человек. Поэтому нужно писать так, чтобы человеку было приятно читать. Это значит не оптимизировать для компилятора, не оптимизировать по принципу, чтобы меньше печатать было, не играть под гольф, покороче написать. Лучше расписать так, чтобы было красиво читать потом. Следующее свойство это то, что в Руби живет рот тайм. И программы на Руби она в полном смысле существует только когда она запущена. наглядный пример это подгрузка полей в ActiveRecord, которая берется из базы, которая была подключена в рентайме к этому приложению. Больше нигде информации о том, какие поля есть в модели нет. И какая тут может быть верификация приложения до его запуска, если мы даже не знаем, какие методы есть у этого класса. таких примеров на самом деле масса. В Руби чтобы убедиться, что код работает, его нужно запустить. Именно поэтому в Руби надо писать много тестов. Хотя бы такие тесты, которые просто прогоняют код, что он работает. Потому что без тестов я применяю тест в самом примитивном смысле, что это код, который запустит код приложения. Без таких тестов вообще вы не знаете, приложение у вас работает или нет. поэтому автоматическое тестирование это неотъемлемая часть любого проекта на Руби. Серьезно. И последнее свойство это быстрая разработка и изменение кода на лету. Она следует из того, что вся программа живет в рантайме и все в программе можно изменить в рантайме. Даже такие вещи, которые в других языках кажутся грушимыми и то, что написано, то и есть. А Руби можно подгружать классы в рантайме. Уже запущено приложение, в него новый класс загрузили или переопределили метод. И вот что я очень люблю делать, вот у вас бага на продакшене, вы ее нашли и вы ее починили. Теперь надо задеплоить, а надо, чтобы уже сейчас работало. И бага, например, надо какие-то сложные операции над базой сделать. и что можно сделать? Запускаете себе консоль, вы работаете в отдеплоенное приложение, копипастите просто исходник вашего профикшенного кода прямо в консоль и прогоняете ваш код, который собственно должен починить. И это очень действенный и работающий подвод. Ну, а потом, естественно, по фикшенной имплементации задеплоится через неделю там уже в проклане. И если этот пример выглядит так по-ковбойски, то менее ковбойский пример это запуск всяких бенчмарков. Вот тоже, если надо что-то профилировать, то как известно профилировать код на своей машине дело гиблое, потому что среда другая и неизвестно будет ли он работать так же как на продакшен. Так вот запустили консоль и себе копипастите бенчмарк и там запускаете. Вот такие вот свойства у Ruby из которых следует ряд применений, которые я вижу в Ruby как действительно применение, в которых Ruby сияет. И самое первое применение это проекты, в которых непонятно, что мы пишем. И можно подумать, что это всегда так. Это не всегда так. иногда бывает, что проект вроде бы новый, вроде бы писать его с нуля и вроде бы непонятно, но на самом деле все ясно, что нам нужно вот такой алгоритм реализовать и загрузить его куда-нибудь, чтобы он работал. Или бота написать и понятно что будет делать. А бывают проекты, где вообще непонятно, что делать. И вот таких проектов Ruby отлично работает, потому что в Ruby очень классно писать запросы в базу ручками в ActiveRecord. Например, в Elixir просто беда с тем, чтобы в консоли открыть консоль и написать запросы в базу. Но приходится писать на таком псевдо-SQL. А в Ruby у нас шикарный, замечательный DSL для запросов в базе. И что еще более важно, изменять уже написанный код на Ruby гораздо проще, чем на других языках. Например, поскольку в Ruby много метапрограммирования и не нужно выписывать, скажем, возвращаясь к названиям полей. Названия полей не надо выписывать, поэтому когда нам придет запрос, что нужно внезапно переструктурировать модельки свои, то нам не придется менять где-то схему, потому что у нас все в базе, схема наша в базе. Мы базу поменяли, приложение подтянулось. Так вот, проекты, где не ясно ничего. неочередно применение, но мы его все время используем, это тесты для проектов на других языках. Во-первых, Ruby очень просто писать, и он понятный людям, даже людям, которые на Ruby не пишут. Во-вторых, в Ruby есть шикарные DSL для написания тестов, для написания интеграционных тестов. поэтому, если даже проект, скажем, на моде или даже на серии, то мы часто пишем тесты на copybar, и они отлично себе работают. Единственные проблемы вылазят с заданием состояния приложения, но это еще один доклад. язык конфигурации. Ну, как наглядный пример, это шеф, и, наверное, еще миллион других примеров есть. Опять-таки, поскольку Ruby легко понятен человеку, и в Ruby легко писать DSL, и еще Ruby рассчитан так, чтобы подтягивать данные с рандами, то нам классно писать язык конфигурации, когда среда выполнения нам опять-таки еще неизвестна до конца. И, например, тогда нужно обрабатывать входные данные еще неизвестного формата, ким-джейсона. И следующее это скрипты на Ruby отлично писать. Вот люди забывают, что Ruby вообще это скриптовый язык, и скриптовый язык в первую очередь сделан, чтобы писать собственно коротенькие скрипты, которые решают какую-то коротенькую задачу. На Ruby отлично писать, вместо того, чтобы упражняться в паше, можно на Ruby написать. Особенно, если это для себя, потому что не так легко деплоить, не так легко шарить эти скрипты, если у них есть какие-то зависимости. Шарить другим людям передавать скрипт может быть сложно. И куда я никогда не засуну Ruby? Во-первых, это, как я уже говорил, если уже известна схема данных, с которой надо работать, известно, что с ними делать, то в Ruby там часто лишняя тяжелая навеска. И лучше на ков написать, работать быстро, классно и гораздо более высокой степенью верификации, чем вот today. Если ограничен технический бюджет, это может быть бюджет на хостинг, то есть если у вас нету неограниченного бюджета, если это бюджет на время выполнения, если надо, чтобы работало быстро, бюджет на память, если памяти на машине не так много, может это какой-нибудь embedded проект, то опять-таки лучше не начинать на руби. Вот я например в молодости много писал своих проектов на руби, а потом их поубивал, потому что поддерживать приложения, каждый из которых один воркер, который занимает 300 мегабайт, ну дорого выходит, дорого и хостит. Сейчас я для себя на ноте пишу, там чуть-чуть меньше затраток. упомянуто сегодня конкурентное программирование робит, ну просто не идет такое свойство языка, что если надо что-то конкурентное, то лучше брать язык, который поддерживает из коробки конкурентное программирование. Конкурентное имеется ввиду, что приложение работает, имеет куски, которые могут выполняться в одной и той же грейне. Вторая часть доклада это собственно как я научился любить Руби и что сделать с Руби чтобы его любить. Первое и главное это чтобы хорошо писать на Руби я свято следую Рубаку. И вот казалось бы вроде бы понятная вещь, но я видел больше проектов на которых вообще нет Рубаку, а чем в проекте где все по Рубаку. И это я узнал не на примере Руби, а я узнал это из других языков, в частности вот в Гоу например программа не компилируется если в ней есть какая-либо вроде бы и безвредная ошибка например переменно объявлена и не использована. И в JustLift и YesLint тоже очень классно поправляет составляет писать красиво. Но в Руби Рубаку это огромная помощь на фоне того, что компилятор особо вам не помогает писать хороший код. Рубаку сожжет все, Рубаку станет рядом и проверит что вы все-таки не совсем распорясались. И особенно чем противнее правила в Рубаку тем важнее ему следовать. Например, длина строки, длина метода, длина модуля. Казалось бы, ну что, ну вот у меня метод, у него не 10 строчек, а 12. на самом деле это очень важно следить, чтобы методы были короткие, потому что когда вам придется читать их через год, то вот короткие методы считаются лучше. Сложность хода тоже, вот казалось бы, у меня такие жесткие требования к сложности хода, и вроде бы особенно, когда начинаешь рукокоп вводить уже работающий проект, что надо очень сильно прогибаться, чтобы следовать, но если пописать рукокопом некоторое время, то оказывается, что эти ограничения помогают писать гораздо более качественный код за счет того, что он проще, он лучше структурирован, вы не передаете метод слишком много документов, еще один доклад, руби, который мне нравится, состоит из небольших файлов с небольшими модулями, и я не имею ввиду миксин, миксин это приводный грех руби, то, что можно миксин сделать, и люди думают, что если взять класс из тысячи строк и разделить его на 10 файлов простой строк и потом инклюды вставить, то все классно в приложении, но это на самом деле еще хуже стало, особенно если один миксин вызывает код из другого миксина, руби, которые я люблю, берет модули и пишет в модуле простой функциональный код, который принимает какие-то параметры, выполняет какую-то логику и возвращает какой-то результат. И из таких модулей я связываю всю бизнес-логику. Ну, модули, поскольку руби все-таки все должно лежать в модуле, но по сути это просто неймспейсы с функцией. И функции эти находятся в модулях только из-за того, что это руби. и у меня есть паттерн, не паттерн, подход к написанию бизнес-логики, который заключается в очень простом деле. Я пишу 10 модулей с функциями. Просто вот, например, у меня был кусок проекта, где надо было распарсить кастомный язык запросов и выполнить его. И там был модуль, например, для валидации. И в модуле был метод validade. И он принимал в себя такие параметры, как config, я знаю, должен был пример сделать, config и условно структура этого запроса, config и query. И второй модуль, например, execute. И модуль executor с методом execute, который принимает config и query. И чтобы это было удобно использовать, ну, а зачем вообще делать модули, в которых функции и функции принимают все аргументы в себя, чистые, зачем-то там дота с кучей параметров, и почему нельзя класс делать? Потому что это очень удобно тестировать. Потому что когда вы пишете на этот тест, то вам достаточно зарядить ряд входных данных, потом выполнить вашу функцию и проверить, что она возвращает ожидаемый результат. Тесты писать на такой код сто раз проще, чем на код, где-то прячется состояние, какие-то конфиги, какая-то есть временная зависимость, что нужно сначала задать конфиг, а потом выполнить код, такой типичный вопишный код, который выходит и видите. Так вот, этот паттерн заключается в том, что у вас есть 10 модулей, в которых все функции принимают кучу аргументов противных, и один модуль с публичной афишкой, которая, простите, не модуль, а класс, один класс, конструктор, который принимает в себя все противные конфиги, назовем их так, и уже потом вызывает всю эту чистую логику, используя сохраненные в себе конфиги. Получается, что состояние оно лежит в одном единственном файле, который легко понять, что важно очень, поскольку даже если вы не прокруете его идеально тестами, то хотя бы человек, который будет читать, поймет, что он работает правильно, а уже все, что он вызывает, уже работает на чистых функциональных подходах. Потому что я люблю, когда состояния в программе нет. И если это кажется очень странным, то вообще-то в приложениях состояния как такового вообще нет. Состояние в базе. В приложении есть функция, абстрактно говоря. Пришел запрос, обработали запрос, отдали ответ. Состояние хранить негде и незачем. без состояния код гораздо проще отлаживать и его проще тестировать, его проще понять. Это тема, которая вдалбливается в любом объяснении функционального программирования, поэтому не буду еще раз вдалбливать. Поверьте на слово, что без перемен, без состояния с кодом приятнее иметь дело. Благодаря тому, что я пишу код маленькими функциями, которые не зависят ни от какого заранее заданного состояния, которые принимают все необходимые данные на вход, которые представляют результат выполнения в виде возвращаемого результата, то этот код покрыт простыми юнит-тестами. Под простым юнит-тестом я понимаю тест, в котором есть, условно говоря, фикстуры с данными, и потом выполняется какая-то функция, и проверяется ее результат. Такие тесты очень легко писать, их очень легко понять, и самое главное, что не приходится для них ничего ставить, мокать, хакать, да. Я не люблю, когда в Руби вносят такие штуки из других языков, чтобы сделать код структурирования по интерпризе, но на самом деле потом в Руби с ним плохо жить. Например, скажем так, падрены проектированы и придуманы для статически типизированных языков, в которых вам придется заражать свой код в жесткую структуру, и падрены объясняют, как эту структуру лучше в этом статически типизированном языке написать, для чего они там описались в эпоху, которая была до Руби. Руби любит просто тонни паттерны, Руби любит, когда код легко прочитать и понять, легко подвести тестами. Для Руби то, что у вас классы соответствуют какой-то заранее придуманной схеме, это гораздо менее важно. В Руби важно, чтобы объекты квакали правильно. И, к сожалению, в Руби никто вам не поможет проверить это, кроме как ваши собственные тесты. Поэтому зачем тогда паттерны? еще одна причина использования паттерна, что у вас будет какая-то верификация при компиляции, а в Руби не будет. В Руби все равно все в фронтайме надо проверять. Это программирование в приложениях тоже очень редко оправданно используется. Но я об этом не буду говорить. поскольку большую часть бизнес-логики я люблю писать функциями в модулях, где-то же нужно писать собственно код, который в базу лезет. В базу нужно лезть, без этого никак. В базу лучше лезть в другом месте, в изолированном месте, где четко понятно, что вы лезете в базу. Тогда вот тот модуль, который лезет в базу, тоже легко протестировать, поскольку хоть в базу он и лезет, и это усложняет тесты, но никакой сложной логики в нем нет. И это упрощает тест. И получается, что вы в принципе в этом модуле будете проверять, что база обновлена так, как вы ожидаете, а уже логику вы будете каким-то образом ставить и не высывать. документация очень важна в программе на рубе, но это не та документация, которая писать по три строчки, типа, что делает этот класс. Документация в рубе важна в некоторых довольно-таки четких местах. Во-первых, если вы что-то монгипатчите в проекте, надо написать комментарий на пять строк, зачем вы это делаете. или если какие-то хаки. Всегда в проектах приходится что-то где-то хакать. Если вы используете библиотеку, и она устарела, и вот она уже не работает как надо, и хотелось бы починить и пудрик сделать, но по какой-то причине не получается. Это не так важно, как то, что нужно убедиться, что есть комментарий. И если вообще обобщить это, то вот вы пишете код, и вы думаете, я бы тут вот так написал, но вот я вот именно сейчас я вот так не напишу, а напишу вот так. Вот в этом месте нужно брать и писать комментарий, почему вы так сделали. Потому что именно такой комментарий с задокументированным решением поможет в будущем разобраться собственно, почему код написан неочевидным образом. и поможет либо найти баг, либо избежать бага при изменении кода. И вот такой можно себе якорь поставить. Когда знаете код пишется и такое сопротивление такое тут я не совсем пишу, так как я бы ожидал от себя, что я напишу. Надо писать комментарий, чтобы всем было понятно. Тут есть слайд с всем, что я уже говорил. теперь на рельсы. Да, да, да. Рельсы. Минимум кода в моделях. Что такое минимум кода в моделях? Это только код, который собственно задействует базу. Это валидация, это жизненный цикл, то есть методы, которые вызовутся при сохранении и чтении и обновлении модели всей колбеки. Это определение ассоциаций, это определение сколпов, где все остальное это в тех самых модулях с маленькими функциями. И даже если есть скажем сложный какой-то колбек, то я обычно убираю его в модуль и вызываю из модели, чтобы моделей не было этих строк кода, потому что тогда модель проще понять. минимум кода в контроллерах. В контроллерах вообще все просто. В контроллерах есть проверка параметров и генерация выводов. И больше в контроллерах делать нечего. Ну и вызов бизнес-логики. А бизнес-логика в моих рельсах она в модулях сидит. потому что я вот пришел к убеждению, что раньше когда-то я думал, что рельс это фреймворк, это как такой дом, в который надо поселить все ваши приложения. И надо для каждого пуска кода найти в рельсах место. И вот были эти дилеммы, положить ли код мне в контроллер или в модель, или куда положить. На самом деле это вообще не так. Рельс это фреймворк для веба. Спасибо.